Трям подписчикам и гостям, я Джетли, я сегодня без ушек, потому что мы в коем-то веке будем с вами, так сказать, собираться. Сегодня 12, 10, 18, вот, и мне, так сказать, не то что стыдно, я просто, блин, в последнее время выкладываю очень мало видео. И вот я хочу это исправить, ну, хоть как-то. Сегодня мы с вами будем собираться, немножко краситься, вот, и принимать таблетки. Честно говоря, у меня уже закончились некоторые таблетки, у меня остался только антидепрессант, который меня не клонит в сон, это анафронил, короче. Аналог клонфронила, это вот эти синие колеса, которые от депрессии, и, в общем, которые мне как раз-таки помогали уснуть, проснуться и прочее. У меня остался безак, немножко фенебута, сироквель у меня кончился вообще, я его не принимаю уже второй день. И я очень не рада этому, потому что у меня опять начинается галлюцинация, мне сейчас очень жарко, например, у меня открыто окно, за окном осень, хоть она и солнечная такая, веселенькая, но мне жарко. Вы не видите вторую половину меня, нижнюю. Это, в принципе, хорошо, потому что из-за принятия таблеток меня, скажем так, раздало вширь. Я вам даже, наверное, сейчас покажу, насколько я не буду ничего снимать, у меня тут штанишки, которые вытягивают, хочу хотя бы чуть-чуть. Вот, и, короче, я могу изображать себе беременную девушку в метро, если мне это понадобится. В общем, жира наелась очень много, я думаю, килограмм пять точно есть, бросать, поэтому я вернусь к домашним занятиям йогой, буду ставить себе снова растяжку, ну, в плане того, чтобы на шпагат сесть. Ну, возможно, тогда я снова смогу танцевать, но недолго, вот. Итак, для начала мы с вами все-таки примем таблетки. У меня есть водичка, я теперь покупаю водичку и не пью из-под крана, потому что, ну, мало ли. И остатки компотика котика. Кстати, если вы увидите такой, я покупала его в Магните, он стоил, по-моему, 35 рублей, и это просто офигенный компотик. Он такой вкусный, я знаю, что там дофига усилителей вкуса, но, ммм, если у вас будет выбор между, допустим, соком и вот этим компотиком, я бы выбрала компотик. Сейчас в моей руке одна таблетка фенебута и три таблетки МКЦ. МКЦ это таблетки, которые содержат в себе клетчатку для того, чтобы человек меньше ел, ну, то есть, ну, меньше ел. То есть вы берете, там, я беру три таблетки обычно, перед едой за 30 минут, ешьте их, запиваете большим количеством воды, и вы уже, получается, когда будете есть, уже съешьте меньше. От этого, ну, для тех, кто считает калории, ничего и не съедите лишнее. И с ним гораздо легче худеть, что я сейчас и делаю. Я надеюсь, что это меня временно так перекосило. Это для меня весьма плохо, потому что я не принимаю себя в теле, где много жира, мне становится очень трудно ходить, я менее выносливая и т.д. и т.п. Еще я прошу прощения, у меня насморк, поэтому видео я буду периодически обрезать, когда буду сморкаться, окей? Ну, вот, короче, мы запиваем, у меня одна таблетка фенебута, я надеюсь, что это меня спасет, я еще до этого безак съела. Но, так, галлюцинации все-таки появляются, то есть, ну, голоса в голове, из-за таблеток, там остается просто один голос, который мне подсказывает что-либо, ну, это нормально, как мне кажется. Ну, хотя бы лучше, чем когда тебе в голове орут сразу три голоса, и где-то вот в квартире, да, где ты находишься, еще на тебя орут, говорят, вот туда-то сходи, туда-то сходи, туда-то подойди, закрывай! Вот, и я все еще слышу музыку, которая раздается в локациях. Короче, упиваем мы эти таблеточки, значит. Долго их во рту держать нельзя, потому что они не совсем вкусные. Короче, если вы хотите нормально похудеть, вот это я сейчас типа отклоняюсь от темы, но хочу вам дать такой небольшой совет, как я раньше худела. Покупайте пивные дрожжи, которые для кожи, волос, ногтей. Это обязательно нужно, даже если вы не собираетесь худеть, чтобы у вас ногти были крепкими, не обломались, как у меня, когда я их до двух сантиметров утрастила. Вот, чтобы были крепкие волосы и хорошая кожа. От пивных дрожжей даже немножко уходит, ну, акне, некоторые прыщики, они не так же уходят, если вы сводите сладкое на минимум. Вот, короче, покупайте пивные дрожжи, МКЦ, и садитесь на гречневый сыр на сельдерейную диету. Ну, у меня такая была, типа, я ела где-то грамм 100-200 гречки, кусочек сыра, несколько кусочков сельдерея, и все это без заправки, без кетчупа, без соли. Ну, короче, совмещая еще с какими-то долгими прогулками, там, ну, вот, с таким более приятными вещами, чем когда ты находишься в зале, качаешься, ну, не знаю, кому как на самом деле. Вот, и если вы посидите где-то месяцок, вот, с таким, скажем так, с таким рационом, можно есть пять раз в день, но не превышая, ну, 1500, по-моему, или 2000 калорий. В общем, посмотрите, есть таблицы, где написано, там, в каком возрасте, сколько калорий можно есть, и вот. Короче, обязательно надо упражнение на прось сделать, чтобы ушел вот этот тут живот. Интересно, если я похудею, у меня сиськи тоже похудеют или останутся? Ну, в принципе, не важно, мне они не особо нужны. Я не всегда делаю такой уход за кожей, но мне всего не хотелось подвечать на ваши вопросы с АСКФ. Да, с этим еще надо совсем работать, а у меня иммунка в минусе. Спасибо, анорексии, булимии в прошлом, да. Булимия, кстати, страшная вещь, потому что в какой-то момент вместо два пальца в рот вам надо засовывать уже что-то побольше, потому что у вас началась в горле мозоль из-за того, что вы постоянно, ну, как-то сказать, выводите пищу путем ее проникновения. Булиметь нехорошо, лучше не стоит. Мне очень часто задают одни и те же вопросы почему-то, я не знаю, может, у меня барахлит телефон, поэтому если кто-то скажет, что вот, ты уже отвечала на такие вопросы, там, в прошлом видео ответила точно так же, бла-бла-бла. Короче, я говорю, у меня телефон иногда их даже дублирует. И кошки носятся. Знаете, что я, пожалуй, сейчас кошек немножко... Вот, если что, я уже умылась. Вот эта штучка мне помогает, она убирает волосы. Если вы захотите такую же, просто можете мне написать. Я вам скину ссылку, где я ее купила. Это не реклама, потому что я большинство товаров заказываю из Китая. Сейчас мы обработаем лицо гидролатом розы, который я купила в Крыму. Ну, люблю Крым. Классный город. Вот. И, собственно говоря, можно абсолютно любым гидролатом просто это, типа, уменьшает, сужает поры, там, всякую полезную хрень дает, типа, освежает, очищает и увлажняет. Это все хорошо. Так. Умываюсь я, ну, прохладной водичкой. И у меня еще есть, ну, такая, как-то сказать, корейская пенка с лимоном. Потому что я поклонница чистой, светлой кожи. Светлый-светлый. Прям вот, если в белый уходит, вот как раньше, в, там, 17-16 веках, вот эти вот бояре, графине, княгине, которые себе намазывали рту, ртути содержащие, короче, белила. И у них на макияж уходило где-то часа три, потому что они еще прорисовывали венки себе, там, в моде была вот эта вот бледность суперзамогильная такая. Вот, она мне нравится. Поэтому давайте дальше. Есть такая хрень, я ее тоже заказала с Алиэкспресса, но она с гилоуроновой кислотой. И, в принципе, неплохо питает кожу. Стоило, кстати, по-моему, рублей 250. Вот, опять же, если вы захотите, я вам могу дать ссылки. Только не стесняйтесь писать мне ВКонтакте. Потому что, ну, ВКонтакте я отвечаю всем. Всем, кто мне пишет, потому что я люблю общаться с людьми. Ну как? Так, она уже кончается. Я не знаю, можно ли ее считать как праймер. Ну, абсолютно не знаю. Вот. Ну, надеюсь, что ее еще несколько раз хватит. Так. Теперь это все надо размазать. Это, как я поняла, праймеры наносятся до уничтожения косметики. Типа даже до базы. Я базой вообще не пользуюсь. Чтобы улажнить, напитать кожу. Чтобы косметика особо не забивалась в поры. Из-за этого не появлялись какие-то прыщи. Вот. Если это не так, вы можете меня поправить. Просто для меня большая часть жизни косметика была просто, ну, так сказать, мусором. Ну, то есть, что-то у меня было, но особо я этим не пользовалась. Сейчас, я думаю, надо пользоваться. Не потому, что, типа, я хочу кого-то соблазнить, а просто потому, что, во-первых, я обожаю пробники. У меня куча этих пробников. Я хожу в подружку каждый раз, когда там появляется какая-то интересная для меня акция. Типа, купи там несколько продуктов, получи еще один в подарок. Как вот этот, Vivienne Sabo Paris. Да. Говорили, что это очень хороший сиси-крем. И когда в прошлом году, короче, была акция на него, ну, на него, как там было, короче, я купила карандаш для бровей от Vivienne Sabo. Купила лаки восстанавливающие ногти. И еще что-то. Тушь. У меня, кстати, туши нету. Вся, что у меня было, кроме белой, засохла. Но я думаю, что это не беда. Я пока просто мажу периодически маслом для ресниц ресницы. Вот. И мне кажется, что надо брать какой-нибудь тушь, типа, с яблоком или с каким-нибудь там экстрактом. Может быть, еще чем-нибудь. Ну, вот. Короче, для того, чтобы ресницы... Ну, если получали вред, то хотя бы, ну, было противодействие этому вреду. Вреду. Так, кто из твоих друзей тоже пользуется АСКом? Дальше ссылки нет. Ссылки я не дам. Потому что, если вы захотите, вы сами их найдете. Это мои сестренки. Их зовут Анечками. Анечки. Вот. Сейчас я возьму зеркальце. Я не наношу на себя кистями или чем-то. Но когда так, мне надо что-то замазать. Например, мешки под глазами. Я не буду рисовать те же мешки под глазами, но над глазами. Потому что просто хочу немножко освежить свой лик. Какая цель желтых СМИ, если им никто не верит? По-моему, мне этот вопрос уже задавали. Желтые СМИ в основном направлены на людей, которые любят посплетничать. То есть там какая-нибудь модель, да, появилась какая-нибудь актриса. Они сразу ее обсасывают. Вот эти желтые СМИ помогают, разжигают интерес. Поэтому, ну, вот, как-то так. Я, конечно, зря крашусь при таком освещении. Наверное, мне стоит в эту сторону повернуться. Потому что это все-таки дневное освещение. И тут можно очень легко перебурщить. Тональник, к сожалению, сейчас темнее, чем моя кожа. Кстати, я без этих таблеток, мне начинают сняться кошмары. Как снится кошмары. Я сейчас проснулась вся в слезах. В слезах я не знаю, видели ли вы. Обратили ли вы внимание на мои мишки под глазами? Они есть. Может быть, камера их маскирует, но... Тем не менее. Вот. А также, кстати, я сделала очень много новых теней. Разумеется, сводчи я буду делать, но пока не знаю, когда. Потому что завтра у моей бабушки день рождения. У бабушки Полине отца я ее очень люблю. И почему-то я, блин, на ней забыла с 2014, там, может, с 2013 по 2015 год. Это плохо. Плохо. Я сейчас пытаюсь наверстывать упущенное. Потому что если бы я знала, где она тогда живет, ну, тогда знала, где она живет, то я бы просто у нее жила, и у меня половина всего, что со мной случилось, этого не было бы. Возможно, у меня даже бы не поехала психика совсем. Я не знаю. Итак, что тебя может обидеть? Меня обидеть может... Ну, блин. Вам зачем это знать? Ну, короче, я иногда, ну, стараюсь не обижаться, но очень часто у меня там какие-нибудь вскользь брошенные слова, даже, скорее всего, их не заметите, они не могут меня обидеть. Вот. Ну, если я обижаюсь, я сразу уговорю, что я обижаюсь. Чего зря людей мучить? Возможно, мне надо будет добавить еще праймер поверх этого тоннельника. Я им пользуюсь сейчас, потому что у него строгодности до 4-го, ну, 19-го года. Еврей! Вот. Так. Что хорошего случилось за последнюю неделю? За последнюю неделю, ну, особо ничего хорошего не было, я так скажу. Хотя меня нарисовали, а вот это уже стоит, ну, чего-то. Это уже повод для радости. Спасибо огромное тем, кто меня рисует. Тут я на днях распечатаю, будет у меня здесь висеть еще одна картинка. Вот. Так. Хороший тональник, это тональник, который может перекрыть татуху. Этот тональник с сиси-кремом. Я не знаю, на самом деле, зачем это сделано. Опа. Он в несколько раз темнее, чем моя шея. Блин. Мне шею придется тоже мазать. Ладно. Короче, не суть. Намажем, намажемся все полностью в этом. Надо еще будет подождать, посмотреть, как он. Сейчас себя повезет, поведет, повезет. Куда тональник может себя повезти, блин? Куда? Куда? Ладно, в следующий раз я буду выбирать. Тональный крем гораздо лучше. Этот я типа нанесла вот сюда, вот куда-то, когда его получила. И забыла, можно так сказать. Потом смотрю, вроде нормально все. Сейчас вот как-то нет уже. Итак. Что у нас там? Как проявляется любовь? И как проявляешь любовь ты? Ну, если я люблю человека, я о нем забочусь. Ну, по крайней мере, стараюсь это делать. А вообще, у меня любовь весьма специфична. И некоторые люди ее просто не выносят. Поэтому. Легче никого не любить. Если ты никого не любишь, ты не будешь обманут своими ожиданиями. Вот. Гоу-скрин в последних сообщениях. Сообщений это я не сделаю. Я все-таки, как бы, уважаю свою личную жизнь. Ну, типа, есть сообщения, которые я не хочу палить. Ну, как палить сказать, да? Как правильно сказать? Не хочу показывать. Не хотела бы показывать. Это не любовники, блин. Это сестры. Мои... Мои... Друзьяшки. Некоторые. Которые еще остались. Когда придет время, вы сами увидите и узнаете, если это будет еще актуально. Итак. Не говори своему другу то, чего не должен знать твой враг. Согласишься с этой мыслью? Я могу согласиться с этой мыслью. Конечно же, конечно же, могу. Потому что не все друзья умеют держать язык за зубами. Но ты должен сам понимать, что это за человек, что это за друг. То есть, ну... На моем опыте, как бы, друзья, это люди, которые... Ну, с тобой большую часть жизни прошли. Либо прошли большую часть жизни, либо вы эмпатически друг друга понимаете. Там, тары-пары, вся фигня. Короче, вот как-то так. Ну, знакомым лучше не говорить то, что ты не хотел бы, чтобы слышал враг. Все просто. Веришь в закон полности? Закон полности действует. Так, кому из друзей ты доверяешь по именам? Аня, Аня, Марина, Кристоф... Аня? М? А, еще Вероника, да. Так, представь, у тебя появилась машина времени. В какой год ты отправишься? Либо в 60-е, либо вообще на пару веков назад. Но не там, где сжигали ведьм, разумеется. Расскажи про вечер... А, про вчерашний день. Вчерашний день был унылым, у меня болела голова. Я пыталась найти идеальную формулу для помады. Мы, кстати, мы делаем все по-своему. Я не помню, где мой большой паломник для плавки сургуча. Поэтому помаду я делаю в створках мидий. Еще могу сделать либо в устрице, либо вот в такой ракушке с моря. На самом деле я в ней море не слышу. Я изготовляю помаду с заклинанием на удачу. Ищу идеальную формулу, чтобы она ложилась прям очень хорошо на ваши губы. Но в последнее время я попыталась вчера добавить в помаду воск пчелиный натуральный. И она стала очень-очень твердой. То есть она даже хорошо не наносится. Поэтому я буду ее переплавлять. Туда добавлять больше масел, типа масла жажаба, масла кокоса, масла ши, витамин Е, витамин С. Если у вас есть помада, она должна быть еще и полезной. Потому что женщина съедает в год где-то полтора тюбика помады, если не больше. Именно съедает. Потому что в процессе разговора она у вас в рот попадает. Когда вы едите, она у вас в рот попадает. Когда вы пьете, она у вас в рот попадает. Вот так и получается, что съедаете. Но я решила, что раз уж такое дело, надо добавлять в эту помаду витамины. Чтобы вы ее съедали не зря. Как только я найду идеальную формулу, я помещу это опять же в группу Исилей. Минеральная косметика, собственно говоря. Попытаюсь сделать ее стойкой. Но это уже как получится. Я прошу меня не винить. Я особо не химик. Либо я просто сделаю какую-нибудь супер питательную основу. Такую, чтобы на нее можно было положить помаду. Либо эта основа будет подходить для того, чтобы впечатать в нее тени, которые я произвожу. То есть вы нанесете эту помаду. Потом на нее нанесете тени. И все, все. Идеальный образ у вас готов. Если вы хотите такое, то поставьте плюсик под этим видео в комментариях. И добавляйтесь в мою группу Исилей. Скоро у нас будет магазинчик. Ну, интернет-магазинчик. Сколько был подъем? Подъем был в половину второго, потому что я уже третий день и сплю по 4 часа. Не могу уснуть. Вообще не могу уснуть. Вчера попробовала на ночь выпить. Я сейчас даже покажу, что за бурда это была. Шейк. Я вам советую все-таки не пить. Потому что эта фигня мне не усыпила. Я даже не опьянела. И, в общем-то, сегодня мне снились плохие сны. Поэтому я действительно вообще, кроме того, что произвожу сама, не буду пить. Ничего. Нет, не нужно. Алкоголь вреден. Мне нельзя мешать с таблетками. Мне так кажется, что дурной сон именно из-за этого был. Потому что я сегодня проснулась в слезах. Мне приснилось, что я осталась совсем одна. Но зато я вернула своего кота, который, скажем, по моей вине, наверное, пропал. Я должна была ехать его искать в деревню. И я послушалась свой гормональный зов и поехала в город другой к человеку, который я любила на тот момент. Мне надо было сорваться сразу, поехать в деревню и все перевернуть. Все перевернуть, чтобы его найти. Тогда, тогда еще. А я это сделала через неделю. То есть через неделю я вернулась из города и поехала в деревню. Я не нашла ничего от него. Его не нашла. Ни шерсти его не нашла. Если бы я нашла хотя бы его трупик, я бы похоронила его. Я бы приходила в его могилу. Общалась бы с ним. Как раньше. Прошу прощения. Вот, все. Что было на завтрак? На завтрак я всегда себе обычно покупаю булочку. Какую-нибудь... Ну и кофеек. Вот. А во сколько получилось выйти из дома? Выхожу я из дома не раньше трех. Не раньше трех. Никогда из дома до трех не выхожу. Потому что солнце меня сжигает. Мне неприятно. Ослепляет, сжигает и пот. Так. А кого из знакомых получилось случайно встретить на улице? Никого. Я живу в городе, в котором у меня нет знакомых. Потому что я не знакомлюсь. Какие дела нужно было закончить по плану? Конечно же, попробовать сварить помаду. Но помада именно варится. Если вы не в курсе. Так. Во сколько был ужин? Ужин был у меня в семь. Я в семь как раз таки помылась, забралась в кроватку и начала смотреть сериал. Точнее, продолжила. Сериал смотрю под куполом. Вот. И мне кажется, он весьма интересный. Жалко в нем три сезона. Так. В котором часу отбой? Отбой у меня должен был быть в 11-12, но, увы, этого не произошло, потому что у меня была бессонница. Я вышла как раз таки за вот этой вот гадостью, потому что от алкоголя я обычно засыпала. Сейчас я не засыпаю. Даже от снотворного меня не засыпаю. Это который как-то феназипам. От галоперидола я тоже перестаю засыпать, но у меня от него... Ну, я надеюсь, что это от него именно, а не от Сираквеля пошли плохие побочки. От всех этих лекарств ты набираешь вес, потому что почти все лекарства вызывают зверский, зверский аппетит. Это нехорошо. У меня еще появилась та проблема, когда я вам говорила, что я стала козушкой. Я опять стала козушкой. Это отвратительно. Вот теперь я не знаю, как надо, но я, наверное, еще раз нанесу вот эту хрень. Или лучше розу. Нет, розы очищает. Давайте нанесем еще раз вот эту вот. Может, у меня тональник тогда равномерно распределится. С последними моими работами, затратами у меня нет денег на косметику, поэтому... Если кто-нибудь понимает мою ситуацию, может, скинете донатом чуть-чуть. Новый вопрос задали. Кто тебе нравится? Я не понимаю смысла, кто мне нравится. Мне нравятся кошки. Если вы закладываете в этот вопрос какой-то другой смысл, то, пожалуйста, уточняйте. Сколько длились твои самые длительные отношения? Четыре года. Вот, четыре года длились мои самые длительные отношения. А потом мне надо было лечиться. И я... Ну, лечиться, учиться, учиться, лечиться. И, короче, я не смогла это совместить вообще. Вообще не смогла, потому что человек был очень общительным. Он каждый вечер пытался загнать меня в скайп. И разговаривали мы по его инициативе примерно в районе пяти часов. А как вы понимаете, если ты учишься в институте, у тебя наносит диплом или какая-то работа годовая, и когда ты возвращаешься в одиннадцать из учебного заведения, то как бы спать-то когда, а? Человек не понимал этого. Ну и вот. Вышло так, как вышло. Так, какую еду ты ни за что в жизни не... Я не знаю, наверное, еду, которую вырабатывают гусеницы в некоторых ресторанах. Типа эта гусеница стоит двести тысяч долларов. Бла-бла-бла, вся херня. Ну, так я ем почти всё. И я бы с радостью попробовала что-нибудь экзотическое, типа тушеной медьюки или жареных скорпионов. Отлично, моя кожа сияет. Сияла бы так душа. Я еще любовь на расстояние. Вот как раз у меня была любовь на расстояние четыре года. Короче, любовь на расстояние может быть, если вы потом собираетесь съехаться. Съехаться и жить вместе. Вы до этого тоже можете какое-то время проводить вместе и поймете тогда, ваш человек это или не ваш. Вот мне, например, это... Ну, задолбало. Так, или можешь бросить всё и переехать к любимому человеку. Конечно, я могу это сделать, но сейчас я нашла для себя, скажем так, то состояние, в котором я особо не грущена, кроме сегодняшнего дня. И, в принципе, мне сейчас не нужно никаких отношений, потому что, ну, как сказать, не то, что я хочу пожить для себя, нет. В моем возрасте всё-таки, я так думаю, ещё рано заводить отношения с перспективами, с перспективами, типа на свадьбу. Я хочу ещё многое посмотреть, в некоторых местах побывать. И, как бы, отношения для меня в этом плане могут стать грузом. Я странно крашусь, но это мои любимые. О, да, прям вот тут дым, вот прям по виску давайте её проведём. Нет. Потом ещё просто надо делать их и всё. Разойдусь сейчас, всё. Вот. Каких ощущений или эмоций тебе не хватает? Мне не хватает драйва. Мне хочется всё бросить куда-то, ну, куда-нибудь съездить. Но у меня кошки. Вот кошки меня очень-очень привязывают к себе. Я никуда не могу без них уехать. Хотя, ну, Москву периодически посещаю. Ну, то есть, в Москву я съездить могу. Если кто-нибудь хочет со мной в Москве потусовать, спешите! Вот. Завидуешь ли ты людям, которые лучше тебя по некоторым признакам? Да, я, ну, иногда ловлю себя на таких мыслях, что я завидую на таких мыслях. Но вся проблема в том, что тот, кто завидует, видит лишь вершину айсберга, а труды в виде основной части, они под водой, ты их не видишь. И поэтому я стараюсь, если кому-то завидую, изучить человека, понять, чем он живёт, как он того добился. Вот. И, собственно говоря, если я могу сделать то же самое, то я делаю то же самое. И тогда зависть уходит. А вообще, чё думаю? Набью себе стрелки, хотя бы во внутреннем уголке глаза, и не буду больше так париться. Тем более, у меня какой-то супер-гиперстойкий карандаш. Вот. Накрасилась. Так. Был ли в твоей жизни... А, подожди. Чем ты гордишься? Почему? Я ничем не горжусь. Ну, кроме того, что у меня есть вы, потому что вы очень креативные ребята. Мне некоторые рисуют. Это очень приятно. Вот. Я горжусь вами. Потому что вы очень талантливые. Вы личности, которые могут себя, ну, проявить, показать. И это самое главное. Я очень рада, что такие люди есть среди моих подписчиков. Очень рада. Потому что, ну, вы вдохновляетесь. Мною не все, конечно, но кто-то вдохновляется. А я вдохновляюсь вами. Всеми вами. Спасибо. Огромное спасибо за то, что вы у меня есть. Так. Был ли в твоей жизни человек, от которого была зависимость? Если да, то чему тебя научили эти отношения? У меня было в жизни два человека, от которых у меня была зависимость. Первый раз меня эти отношения научили тому, что, ну, как-то сказать. После них я начала развиваться. Я начала развиваться, старалась получить все знания, которые можно получить. Было у меня на тот момент. Особенно работу руками, там, туры-пуры, все дела. Это стало, как бы, причиной моего первого начинания стройки своего бизнеса, скажем так. Я купила куколку Monster High. Это была Эйби. Покупала я ее в магазине ВКонтакте. И брала со скидкой, потому что она была без аутфита. И еще у нее было, ну, криво напечатанные глаза и губа стерта, по-моему, одна. Вот. Я, короче, ее отшлифовала, расписала, сделала там на ней узоры всякие еще с 3D. Не клиром, а этим. Ну, короче, есть гель 3D, так вот, чтобы, ну, выпученные там некоторые детальки делать, короче, вот. Назвала ее Аргония. Аргония, вы можете, если тусуетесь в каких-нибудь кукла-пабликах, можете посмотреть фотки. Мои, мою куколку очень по многим местам разносили. Я ее продавала за 2 500. Вот. То есть, ну, я купила ее за 600 рублей и продавала за 2 500, потому что там было немерено работы. И, ну, как бы, из разной, так сказать, из проволоки, бусиков я сделала ей тушечку. Фельки, сделала ей корону. А вот насчет одежды я не помню, честно не помню. Вот. Ну, и с этого момента началась моя деятельность в куклосфере. И она закончилась, по-моему, в 2013 или 2014 года. Потому что все это пошло на спад. И оставались востребовыми только, типа, большие такие профессионалы, либо те, кто штамповал эти лайки как мастерская какая-то. Вот. Ну, и я, в общем, из этого выбыла. Какое самое большое разочарование было в твоей жизни? Разочарование в моей жизни? Пррррр. Не скажу. Я не вспомню просто. Я очень много разочаровывалась. Но так, чтобы прям перевешивала, не. А, какое имя постоянно в твоей голове? Не скажу. Потому что ч-ч-ч-ч, нельзя знать. Нельзя никому об этом знать. Что значит по-настоящему скучать? По-настоящему скучать, когда ты жить не можешь без человека. Ну, в прямом смысле ты думаешь о нем каждую секунду. Ты ищешь моменты любого, любого момента, абсолютно любого момента, чтобы с ним встретиться, чтобы с ним поговорить, чтобы его увидеть хотя бы. Это граничит с любовью. Так. Это тоже из подружки. Называется Dengimeo Revitalizing Hair Essence. Устанавливающий спрей для волос 100 мл. Его я наношу на волосы перед расчесыванием, потому что иначе я рискую выдрать себе расческой все волосы. Хотя это не та расческа, чтобы ей что-то выдирать. Кстати, как думаете, мне устроится стрим, в котором я отстригу себе левую сторону? Мне просто хочется каких-нибудь перемен, чего-нибудь новенького. Поэтому девушкам это проще. Изменил, ну, изменила прическу и... Ха-ха-хай! Новая жизнь началась. Ну как, когда парня бросаешь, идешь в салон, тебе делают новую прическу, там, новый цвет волос. Все. Девушкам очень просто в этом плане, ну, начать новую жизнь. Так. Эй! Кто или что может испортить твое настроение? Мое настроение могут испортить все унылые и грустные люди, которые не хотят следовать советам и думать о чем-то хорошем. Потому что если у меня грустят друзья, я пытаюсь найти что-нибудь такое, что их развеселит. Там, спрашиваю, там, что тебе больше всего нравится. Тры-пы-ры. Жизнь слишком короткая, чтобы тратить ее на уныние. Поймите. Любой процесс можно сделать очень увлекательным и не унывать, не грустить. Так, у тебя есть душа? Где она находится у людей вообще? Вообще у людей душа находится здесь, потому что, как это было написано в Библии, душа приходит с первым вздохом. 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 Поэтому душа находится вот здесь. Но у меня она, по-видимому, находится где-то в голове. Потому что я ощущаю себя просто, типа, марионеткой, головой, которая управляет кибер-телом. Хотя она не кибер. Какая твоя любимая сладость? Знаете, я так не скажу. Любимая сладость. Ну, я люблю кексики. Мне нравится молочко-чудо с ванилью. Ну, я не могу сказать, какая моя любимая сладость. Потому что сладости, они, ну, почти все вкусные. Кинскрин-приложение, которое установлено у тебя в телефоне. Я вам могу и так сказать, что вот на телефоне установлено Яндекс.Метро, Яндекс.Такси, Аск.ФМ, ВКонтакте, как это Мобайл, и Сбербанк Онлайн. Все. Больше ничего туда не умещается, друзья мои. Потому что это не очень хороший телефон. И я думаю, что Хуауэй я больше не буду пользоваться. Вот этот телефон себя, ну, да и строится, скажем так. У него есть определенный ресурс, после которого он приходит в негодность. Вот я подожду, подожду конца его службы срока, срока службы. И, в общем-то, так и сделаю. Ну, возьму что-нибудь другое. Так, назови им на самых близких тебе, я уже говорила. Это Анечки, Кристоф и еще некоторые человечки. Какой последний совет ты давал кому-то? Не печалься, не грусти. Спи, малыш, и ты усни. Какого года рождения? Я вам могу рассказать, почему я не хочу никому говорить свой год рождения, сколько мне лет. Я хочу, чтобы мы с вами воспринимались, ну, как на равных. Есть, конечно, кто-то младше, есть кто-то старше, но я хочу, чтобы вот, если вам удобно там представлять, что мне 15-13 лет, пожалуйста, в конце концов, девушке возраст тот, на который она себя, ну, чувствует. Хотелось бы, конечно, чтобы это, ну, осталось там, хотя бы до какого-то момента в секрете, потому что хочу с вами общаться не на равных, не на вы там, не на ты. Я такой же человек, как и вы, вы такие же люди, как и я. Мы живем в обществе, которое, конечно, ну, иногда будет противным, но тем не менее. Вот. Как бороться с вредными привычками? А, сейчас, какие планы на ближайшие три дня? Не умереть! Вот. Так, как бороться с вредными привычками? С вредными привычками бороться надо, надо взять себя в руки и начать бороться. Не всегда срабатывает. О, пардон. Так, что нравится больше, закат или рассвет? И закат и рассвет по-своему прекрасны. Рассвет – это пастельное наполнение темного неба яркими лучами. Пастельное, нежное, очень такое, ммм, сладкое, скажем так. Вот знаете, как есть в маршмеллоу, такие разноцветные, там, белорозовые, такие светло-розовые, светло-голубые, вот это вот, вот у меня ассоциация, она такая. А закаты – это яркий бунт красок, там есть красный, жёлтый, рыжий, розовый, венецианский розовый, голубой, венецианский, жёлтый. Это просто ащ! Это, скажем так, небесная страсть восходящего солнца. Точнее, заходящего, пардон. Вот, и это просто ох! Я не могу выбрать между закатом или рассветом. Прекрасное любое время соток. Главное увидеть это прекрасное небо. Какой фильм с вселенной Марвел для тебя лучший? Эээ, честно говоря, я не особо, ну, в Марвел. Разбираюсь. Мне нравится Женщина-кошка и пофиг, Марвел она или нет. Мне нравится. Хотя, вот это вот, типа, Харли Квин и Джокер последние были прикольные. Но Джокер, он, по мне, так должен быть не таким смазливым. Старый Джокер хорош. Очень хорош. Ну, Джаред Лет тоже молодец, но сорян. Просто у меня такие вкусы, ну, типа, я не очень люблю смазливых мальчиков. Так. Какую музыку ты слушаешь на данный момент? На данный момент я слушаю музыку, которая у меня в голове или из-за моей болезни. в каждой локации связана музыка. Вот. И иногда мне эта музыка не нравится, скажу честно. Чем противостоять беде? Чем противостоять страданию? Каков признак добрых поступков? Добрые поступки это поступки, которые приносят пользу не только тебе, но еще и кому-либо. добрым поступком может считаться покормить кошку новую лицу, добрым поступком может быть купить бомжу булочку. То есть добрый поступок это когда вы что-то отдаете, когда вы что-то делаете для других. Это, конечно, убийство моего расчета не берем. типа киллер и киллер. Вот. Причем стоит беде и страдания надо хорошими воспоминаниями, улыбкой и чувством того, что все будет хорошо. Хотя вот лучше слушать свое шестое чувство. Если вы каждый раз будете его слушать, то оно отточится и вы сможете грубо говоря стать чем-то типа провидцев, которые будут видеть на несколько минут вперед или даже на несколько часов или дней. Главное слушать свое я. Главное не забить его далеко в себе, а выпустить. Ваше я это вы, но более умный. О чем ты чаще всего задумываешься? Я задумываюсь о жизни и поверьте это не очень хорошая тема. Представь, что ты можешь видеть мир лишь в одном цвете. Какой бы цвет, какой бы цвет, выберешь, опиши эмоции, ощущения и прочее. Раньше мой мир был черно-белый. Теперь мой мир, скажем так, голубо-розовый, как рассвет. На самом деле видеть мир в одном цвете это значит узко мыслить. Нет, мир, он разноцветный. И один цвет выбирать как-то глупо. все-таки мы смотрим на наше окружающее пространство, мы видим множество цветов. Если у вас все будет в одном цвете, то вы просто не будете различать предметов, потому что все будет в одном цвете. Могу, кстати, даже попробовать картину нарисовать. Хорошая идея, кстати, спасибо. Так, ссылки, ссылки. Как пережить расставание? Мне вот тяжело очень. Что делаешь, как отвлечься? Вам нужно найти какое-то дело для себя, типа хобби, которое будет приносить деньги. Вот это самое офигительное. Вы что-то делаете, у вас появляются деньги, и вы можете потом вложить эти деньги в то, ну, не то, что там вам нужно, допустим, а на поездку к человеку, которому не то,